здравствуйте ребята тема нашего урока население и страны европы сегодня на уроке мы с вами узнаем каково население европы субрегионной европы природные условия и ресурсы стран европы размещение населения по территории европы население европы составляет приблизительно 770 миллионов человек или около 10 12 процентов населения земли на 2019 год европа многонационально здесь проживают представители всех существующих раз коренные народы зарубежной европы представляют европеоидную расу в современной зарубежной европе проживают представители различных народностей мира многообразие языков зарубежной европы роднит принадлежность к единой языковой семье индоевропейской в европе выделяют четыре региона северная западная южная и восточная европа начнем мы с вами северной европы северная часть европы включает страны которые расположены на скандинавском полуострове швецию норвегию а также прилегающие к ним финляндию также в группу региона входят исландия дания и страны прибалтики это литва латвия и эстония ребята а сейчас мы с вами остановимся на самых крупных странах северной европы швеция площадь страны 447 тысяч четыреста тридцать пять квадратных километров официальным языком страны является шведский язык швеция крупнейшая страна из скандинавских стран столица государства город стокгольм этот город является культурной столицей и экономическим центром швеции финляндия финляндия или как ее официально называют финляндская республика площадь страны триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать четыре квадратных километра столица и самый крупный город финляндии хельсинки государственными языками в стране являются финский и шведский финляндия страна очень живописная финляндию называют страной тысячи озер их количество в стране составляет около ста девяносто тысяч они занимают примерно девять процентов площади финляндии дания площадь страны составляет сорок три тысячи девяносто четыре квадратных километров столица дании город копенгаген этот город является культурным экономическим и правительственным центром дании это один из крупных финансовых центров северной европы официальное название королевство дании норвегия площадь норвегии триста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть квадратных километров столица страны город осло норвегия имеет самую большую протяженность фиорда в мире фиорды это узкие глубокие извилистые морские заливы с крутыми берегами именно в этой стране находится самый большой в европе и второй по величине в мире согный фиорд длина фиорда 204 километра это самый глубокий фиорд в европе в норвегии согный фиорд называют король фиордов норвегия это крупнейший производитель нефти в европе но для своей экономики страна производит гитроэлектроэнергию так как короткие реки и норвегии имеют много водопадов исландия площадь исландии составляет 103 тысячи квадратных километров столица страны город рек явик этот город является самой северной столицей мира исландия страна вулканов и гейзеров это островное государство которое расположено на западе северной европы в северной части атлантического океана сама территория страны состоит из одноименного острова и небольших островов возле него следующий регион южная европа южная европа включает в себя следующие страны португалию испанию андорру также карликово государство монако ватикан сан-марино островные государства мальта и кипр также в регион южной европы входят некоторые страны балканского полуострова греция албания македония черногория сербия босния герцеговина хорватия и словения давайте рассмотрим с вами крупные страны италия территория страны состоит из трех частей апеннинского полуострова и двух островов сицилии и сардинии площадь страны 301 тысяча триста сорок квадратных километров столица италии город рим к важнейшим природным характеристикам страны относятся ее приморское положение и гористость территории так около 70 процентов территории италии занята апеннинскими горами а около 80 процентов границ страны являются морскими италия высокоразвитая страна по уровню развития экономики она занимает одно из первых мест в мире ведущая отрасль сельского хозяйства растений водства италия специализируется на выращивание овощей фруктов оливок и винограда испания королевство испания территория страны занимает большую часть около 80 процентов площадь испании 504 тысячи семьсот восемьдесят два квадратных километрах столица страны город мадрид промышленность испании является ведущей отраслью экономики ведущей отраслью сельского хозяйства является растение водства животноводство в стране развито слабо в основном им занимаются на северо-западе испании португалия площадь территории страны девяносто две тысячи квадратных километров столица страны город лиссабон самое западное государство в континентальной европе португалия официальное название португальская республика португалия эта страна с развивающейся экономикой к основным отраслям промышленности страны относятся производство обуви и одежды деревообработка металлообработка и другие в сельском хозяйстве португалии преобладает земледелие основные зерновые культуры страны пшеница и кукуруза греция официальное название страны греческая республика это государство располагается в южной части балканского полуострова и на многочисленных островах площадь греции 131 тысяча девятьсот пятьдесят семь квадратных километров столица государства город афины основные отрасли промышленности греции это текстильная химическая металлургическая пищевая и табачная промышленность греция очень живописно поэтому важный доход стране приносит туризм важная отрасль сельского хозяйства растений и водства основные сельскохозяйственные культуры это пшеница ячмень кукуруза оливки овощи и фрукты следующий субрегион восточная европа в этот регион входит польша чехия словакия венгрия а также ряд стран балканского полуострова болгария и румыния кроме этих стран в восточной европе расположены эстония латвия литва субъект российской федерации калининградская область белоруссия украина и молдавия регион восточной европы включает свою территорию европейской части россии самыми большими по площади странами региона являются польша и украина давайте подробно о них поговорим польша польская республика столица страны город варшава это крупнейший по населению по территории город в польше польша это не самая крупная по площади страна европы общая площадь страны 312 тысяч 650 квадратных километров однако природно-ресурсный потенциал страны довольно высокий наличие крупных залежи каменного и бурого угля это главное богатство польши также в польше велики запасы рудных полезных ископаемых медных цинковых серебряных и железных руд польша это индустриально-аграрная страна ведущие отрасли промышленности машиностроение черная и цветная металлургия химическая текстильная и швейная в польше высокоразвитое сельское хозяйство где растеневодство является главной отраслью основные зерновые культуры страны рожь пшеница ячмень и овес польша это крупный производитель сахарной свеклы картофеля и капусты украина крупнейшая страна европы по величине территории площадь страны 576 тысяч 604 квадратных километра столица и самый крупный город украины город киев важным природным богатством украины являются рекреационные ресурсы хозяйство украины это индустриально-аграрная страна ведущими отраслями промышленности являются металлургия энергетика химическая и угольная промышленность к основным отраслям специализации животноводства относятся разведение крупного рогатого скота свиноводства овцеводства и птицеводства переходим к следующему субрегиону западная европа к странам западной европы относятся великобритания ирландия франция бельгия нидерланды люксембург германия австрия швейцария лихтенштейн самыми высокими и наиболее крупными странами западной европы являются великобритания франция и германия давайте подробно их рассмотрим великобритания официальное название страны соединенное королевство великобритании в северной ирландии столица страны город лондон площадь великобритании двести сорок три тысячи восемьсот девять квадратных километров великобритания это промышленная страна в стране выплавляют сталь изготавливают самолеты морские суда на сегодняшний день в стране активно разрабатывают крупные месторождения нефти и природного газа на юго-востоке страны там где климат более сухой и теплый выращивают пшеницу ячмень и сахарную свеклу франция самой большой по площади страной западной европы является франция или как ее официально называют французская республика площадь страны 643 тысячи 801 квадратный километр столица франции город париж официальный язык французский франция это высокоразвитое промышленное государство особенно развито в стране машиностроение транспортные средства морские суда основные производители сельскохозяйственной продукции фермерские хозяйства главная сельскохозяйственная культура франции пшеница также страна славится своими садами и виноградниками германия самая большой по численности населения страной в западной европе является германия официальное название федеративная республика германия площадь страны 357 тысяч квадратных километров столица германии город берлин официальный язык немецкий германия одна из самых богатых стран мира главное в ее хозяйстве промышленность одна из наиболее развитых отрасли промышленности это машиностроение основные отрасли животноводства в германии это скотоводство и свиноводство основная продовольственная культура пшеница сегодня на уроке мы узнали что европа это многонациональный регион мира также мы познакомились с хозяйством крупных стран европы а также выяснили что европа это исторический и культурный центр домашнее задание первое описать по плану пять любых стран европы второе нанести на контурную карту евразии крупные страны самостоятельно изучить страны азии спасибо за внимание до новых встреч